всем привет приветствую вас на своем канале сегодня будет абсурд тюнера world vision форус ультра с поддержкой t2 s2 и c кабельного телевидения он поступает такой компактной коробочке здесь описано что он поддерживает full hd вайфай адаптеры десек 21 digital это цифровый вход hdmi и 5 мега го и погоду он немножко отличается от тюнера world vision комбо потому что в нем есть лан поддержка можно подключать интернет через кабель но так в принципе он на аналогичные тюнеру world vision форус комбо здесь такое все описание подписано написано что он поддерживает t2 s2 стандарт кабельный стандарт кабель сейчас мы посмотрим на комплектации внутри у нас идут тюльпаны как обычно лужут hdmi кабеля нету идет 12 вольтовая выносная зарядка но я всегда это считал плюсом потому что выносная зарядка и его очень легко можно заменить вдруг что-то случилось дальше у нас идет такой обычный пульт который для word vision а как бы стандартный здесь есть кнопочки перемотки записи паузы это если с флешкой что-нибудь проигрывать это тюнер поддерживает и запись если подключить флешку можно записывать есть комплекте батареечки как всегда это очень хорошо есть инструкция гарантийная карта galaxy innovation ну и вот инструкции здесь все порисовано все подробно есть на украинском на русском языке кому как удобно все расписано можно почитать такая большой такой листочек ну и сейчас посмотрим на сам тюнер ручек сам тюнер ручек такой маленький компактный сейчас распечатаем посмотрим он и сделанный из пластика есть вентиляция для охлаждения так как блок питания наружный вентиляция сильно большая не нужно на передней панели у нас есть кнопочки меню переключение канала в окей и включение выключение питания и впереди еще и избе разъем для можно и подключать вайфай адаптер он поддерживает но и флешку недостаток этого тюнера что только один usb разъем одновременно флешкой вайфай адаптер использовать не получится но зато сзади есть у нас лан кабель для подключения лан кабеля разъем также есть вход антенны т2 вход спутниковой антенны hdmi вот этот лан кабель ну конечно скорость интернета по стабильнее выход кого и питание вот такой маленький компактный тюнерок а сейчас мы его подключим к телевизору и посмотрим настройки меню и так далее так мы его включаем вот такое видим заставочка world vision сейчас сам тюнерок включится и посмотрим пройдемся по меню поставим новую последнюю версию прошивочку мы посмотрим конечно с коробки какая же с прошивочка какой интернет меню что он работает но для начала нам я думаю надо подключить к вайфай сети чтобы посмотреть как работают интернет функции с коробки так подключение вайфай и у нас вот в этом меню настройки системе опускаемся вниз и здесь как мы видим есть настройка сети зеленой кнопочкой нажимаем поиск и ищем свою вайфай сеть вот моя самая верхняя нажимаем ok поднимаемся немножко выше вот здесь она и вводим пароль так мы ввели пароль соединяем и ждем подключения к вайфай там все оснащенный рук подключается ну что посмотрим как работает у нас интернет к функции так вот айпи тиви лист здесь не загружен его можно загружать флешкой с синей кнопочкой дальше мы сейчас посмотрим ну вот версия по как мы видим 23 11 19 год ну на попозже поставим более новую версию посмотрим на погоду погода у нас как вы видим работаем но здесь регион россия как я нахожусь в украине нужно настроить регион украина но это я вам потом покажу дальше что у нас есть посмотрим как работает youtube youtube на прошивке с коробочке у нас не работает поэтому мы поставим прошивочка и он начнет работать мегаголу мегагол работает но для меня не даст недостаток мегагол что много фильмов и сериалов здесь платные поэтому чтобы найти чтобы посмотреть нужно немножко потрудиться видите как пишет фильм плотные ну и сейчас мы посмотрим обновим нашу прошивочку 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 я скачал на сайте я rexat многие у меня спрашивают где я беру пошивку вот там я скачиваю ставлю на флешечку и прошиваю и так прошивочку я вставил флешечку веры избе разъем и сейчас мы начинаем прошивать тип обновления все ищем путь к файлу и избе флешка вот она моя прошивочка вернее там взял дом на этом сайте нажимаем окей и сейчас мы будем все это обновлять с кнопочкой окей вот нажимаем и идет обновление сейчас она пойдет танк вот пошло обновление немножко надо подождать установится новая версия прошивочки потом наш тюнерок перезагрузится и после этого мы пройдемся по меню посмотрим какие нужно произвести стандартные настройки и посмотрим как работает интернет функции так тюнерок наш перезагружается опять видим эту заставочку ну и сейчас пройдемся по меню так для начала нужно настроить антенну нужно выбрать спутники которые мы смотрим ну вот например самые популярные это amos sirius или astra у меня порт один порт десека на амаз сейчас переходим на нас на массы у меня порт 2 ну и третий спутник который жар птица это у нас юберт 13 градус тоже его подключаем так сейчас мы его найдем амаз астро мой третий у нас спутник это тринадцатый грандус ой что-то его проскочил так идем назад вот порт 3 так ну это первое меню следующее меню это настойка тройка мотоподвеса у кого есть моторчик можно настроить тоже список спутников здесь можно при настройке определить выставить и галочками какой вам спутник вот так же можно список транспондеров вид барад например транспондер который вам надо чтобы все не сканировать вот например выбираем 1 ставим галочку и начинаем синей кнопочкой сканировать те частоты которые вам интересно вот на примере я например вот эту первую частоту сейчас отсканирую и посмотрим вот у нас сканируется и находятся каналы которые вам интересны это каждый тоже под себя нас вот этот функция сад фондер для этой функции нужен чтобы работал интернет сейчас я подключу к интернету как я вам уже показывал это настройка сети но я уже один раз настроил еще раз покажу как подключаемся к вайфаю в этой функции в этом режиме можно к вайфаю подключиться также можно если у вас через лан кабель или через 3g модем но я через вайфаю работаю вот подключаемся и проходим по меню здесь есть редактор каналов это первое меню здесь можно первые удалять и перемещать и ставить на замок или выставлять как бы фаворитный канал следующее меню у нас редактор радиоканалов то же самое удалять перемещать настройка только с радио и удалить все каналы тоже есть режим следующий переходим на следующее меню мы перейдем это установка времени можно режим авто часовой пояс включать выключать летнее время и синхронизации времени по сети это когда вайфай подключена он по сети время синхронизирует этот тюнерок дальше настройка таймера есть у нас следующий настройка языка тоже под свой регион настроить и какой вам язык удобно удобно это первый язык 2 язык субтитров 2 язык субтитров и язык электронного гида программ тоже это все вы можете настроить следующая настройка аудио-видео режим соотношения сторон есть видео авто громкость можно общую поставить цифровой звук и аудиодескрипцию можно включить и выключить эту функцию дальше есть родительский контроль если у вас есть взрослые каналы можно поставить пин-код и блокировать установка асди здесь прозрачность меню задержка инфопанели можно три секунды пять секунд и режим переключения канала стоп кадр или черный экран но мне нравится стоп кадр настройка цвета передачи можете выстроить под себя тоже как ему какая картинка нравится цветность и контрастность в этом режиме тоже у нас есть дольше у нас настройка лет дисплея можно режим канал или время выставить яркость дисплея низкий яркий вот видите когда переключать этот режим меняется яркость дисплея более яркий более низкий как вы видите она меняется так что все это видно ну и время ожидания дисплея тоже можно выставить следующий еще режим есть расширенные настройки здесь можно тоже настроить под свой вкус настройки режим стартового канала выставить который канал который будет при старте можно это все тоже выставить под свой вкус говорится все можно настроить настройки сети я вам показывал вот настройки антенны тоже я вам уже рассказывал здесь можно выставить порты установки мотоподвеса тоже можете поднастроить список спутников список транспондеров и вот сад фондер я уже сюда заходил это для настройки спутника нужно загрузить приложение скачать с этого qr-кода и с помощью этого смартфона спокойно можно настроить антенну очень легко но помогает настройка dvt2 это настройка наземного цифрового телевидения но я включаю питание антенны так как у меня антенна наружная далеко нахожусь от выдержки я поэтому включаю и вот начинаю сканировать как вы видите уровень сигнала это тюнер показывает меньше нас от интегралах например у меня уровень сигнала показывает 100 каналов но качество как вы видите 100 каналы все сканируются но скажу вам наперед уровень сигнала показывает меньше как сантинтегралов но сигнал стабильный и ловит хорошо даже некоторые каналы которые далеко у меня находятся областные например сантинтегралы их меня не ловили этот поймал так что вот такой как говорится парадокс уровень сигнала показывает маленький но сигнал ловит хорошо и стабильно так что не знаю может сантинтеграл немножко увеличит уровень сигнала более показывает но на практике world vision уровень меньше показать но сигнал более стабильный ловит так что не знаю надо еще немножко потестировать посмотреть как вы видите каналов он ловит у меня с двух вишек вышек поэтому неплохо получается все сканируется как видите 73 канала цифровых пойму на это с двух вышек поэтому сколько каналов и получилось картинка в этого тюнера неплохая смотреть можно но мне нравится тюнер хороший насчет картинки и можно брать но как мне кажется немножко уступает по качеству сантинтегралом от качество картинки изображения но ажи каналы идут хорошо с ди каналы немножко сыпятся но принципе смотреть тоже можно ажи каналы вообще претензий нету а вот по качеству азди картинки предпочтение я дал бы сантинтегралом более поинтереснее там картинка нового того тоже ничего как вы видите конечно камера не передает самому качеству просмотра вживую но в принципе смотреть тоже это все можно так ну вот с двух вышек по два канала дублируется это потому что я звук вышек там поймал можно потом лишнее по убирать ну что пойдем дальше по меню здесь dvc с настройка кабельного телевидения то но у меня кабельного телевидения нет проверить я не смогу ну эта функция поддерживается там тюнере потому что вот поэтому можно тоже посканировать кабельное телевидение выход этот есть функция это поддерживается вот как вы видите прошивку я уже установил прошивка версия 1 декабря двадцать первого года это на данный момент последняя версия прошивки так здесь есть еще функция сброс на заводские настройки обновления пау я уже вам показывал как можно обновлять и сохранять на флешку дом можно тоже так что может кому надо можете сохранять айпи тиви есть функция можно на флешку поставить плейлист айпи тиви и загрузить с помощью синей кнопочки можно загрузить айпи тивилист айпи тиви на этом тюнере работает неплохо есть погода как вы видите уже регион украина с новой прошивочкой у меня установилась погода работает замечательно можно все настроить выбрать свой город который вам интересен ну и смотреть за погодой дальше у нас есть какой мы посмотрим режим после погоды у нас идет youtube youtube работает замечательно на новой прошивочке все также есть и мегаголу тоже работает но у мегаголу конечно вот это что платное нужно найти что смотреть бесплатно но сейчас поищем какой-нибудь сериал который должен пойти работать бесплатно сейчас мы его поищем что же все такое включить чтобы он запустилась посмотреть с какой скоростью запускается мегаголу и вообще как он работает ну давайте запущем вот этот сериальчик идет обновление есть выбор серии это хорошо и вот пошло как вы видите работает без затыков нормально мегагол работает все прекрасно интернет функции новой прошивки все работают и есть обновление по сети можно тоже попробовать сейчас посмотрим что у нас здесь предлагается за обновление по сети нажимаем ok ну прошивка 6 10 21 старая конечно версия но можно обновляться итог и последняя функция просмотр с флажки файлов видео музыки изображения и других записанных программ вот такой тюнер ручек так что поставьте пальчик вверх подпишитесь на мой канал будет еще много интересных обзоров на того и всем пока пока до новых встреч жду вас на своем канале